здравствуйте дорогие мои рада вас приветствовать на своем канале я инга топчей ведущий преподаватель академии красоты лотос и сегодня мы с вами будем разговаривать и разбирать проблему в педикюре очень много проблем встречается в педикюре ну вот одно с вами мы разберем поехали итак сегодня пришла клиентка на педикюр и на коррекцию вырванного с мясом ноготка глядя на эту сохранившуюся красоту сначала я хотела сделать коррекцию но потом потом я подумала надо же все снять и посмотреть что там под материалом как-то много себя ведет в общем клиентка осталась без коррекции а почему да потому что многие из вас пишут что ноготь под искусственным материалом там приед сыреет мокнет заражается и так далее ну вот сейчас и посмотрим я взяла твердосплавную фрезу и стала снимать старый материал сначала снимается как вы видите покрытие гей-лака и она была очень красивая почти не отросло но тем не менее свадебные ногти нужно было уже снимать и я под эту шумок решила вообще все снять и посмотреть что-то очень интересный после гей-лака спиливается акрил я моделировала ноготок камуфлирующим акрилом но ноготь был выломан до такой степени что для покрытия акрилом мне оставалось всего два с половиной миллиметра то есть зацепиться акрила можно было только за эту маленькую часть в зоне кутикулы оставшегося натурального ногтя так а что же все таки случилось куда делся ноготь живой натуральный спросите вы а вот куда девушка подскользнулась на мокром полу и нога полетела от шкаф между полом и шкафом а ноготь остался перед шкафом представляете он просто встал перпендикулярно ужас как страшно и когда я это увидела по мне самой побежали мурашки конечно поэтому и очень хочется посмотреть как же там чувствует себя натуральный ноготь и вообще что там происходит скажу я вам что не гель не полигель эту роль бы не выполнили они бы не смогли держаться так долго на оставшиеся частички натуральной пластины на двух с половиной миллиметрах и эту роль смог выдержать и продержаться только акрил еще вот посмотрите не отколупать его никак я беру пушер аккуратно отодвигаю кутикулу для того чтобы увеличить зону сцепки в последующем между акрилом и натуральной пластиной отросший уже потихонечку подчищаю пыль и аккуратно начиная приподнимать свой искусственный каркас вы вот она посмотрите никакой мокроты никакой грязи никакого грибка ничего только отросшая натуральная пластина совершенно здоровая и нормальная вот как она была оторвана я ничего не трогала только перекрыла материалом вот ровно в этом же положении ноготь и отрос но оторвался он конечно хитро вот видите уголок он сейчас уже отрос а до этого он прям впивался в кожу и я переживала как бы у меня не было вросшего ногтя ну что осталось теперь обработать праймером для того чтобы начать работу с акрилом и опять же ничего не трогаю обработала праймером набираю акриловый шарик прозрачный теперь мне очень интересно следующий раз сделать коррекцию а не снимать уже все в ноль это будет все-таки быстрее и под прозрачкой будет очень хорошо видно когда я все-таки сниму уже цвет теперь конечно же работа легче здесь больше натуральной пластины уже отросшие и есть за что зацепиться мы поставили большой шарик вернее я поставила большой шарик и закрыла и аккуратненько акриловой кистью начинаю формировать искусственную пластину напоминающую натуральную работаю я легко и быстро но поскольку я пробитый акрильщик тот уголок который справа торчал посмотрите как он хорошо входит в нашу конструкцию теперь можно все разгладить акрил у меня без запаха и в принципе не очень быстро стынет поэтому я успеваю с ним работать посмотреть у нас ложе уже сформировалась под искусственную пластину предыдущий раз и она не разъехалась как часто бывает разъезжается ложе и очень сложно потом что-либо куда собрать поэтому по старой борозде очень легко и быстро шарик я разровняла теперь длину конечно допускать длинную нельзя иначе наш клиент может шарахнуться опять об какой-нибудь шкаф поэтому все в меру за подушечку не выходить и за за натуральный размер натуральной пластины тоже желательно не выходить ну и вот я как конкурсный мастер выложила идеально акриловый ноготок который осталось только он посмотрите даже и имеет блик осталось только покрыть гей-лаком ну все вы умеете покрывать гей-лаком я покрыла красный как просил в данном случае клиент и вот что у меня получилось не отличить вот натурального им эмоции я очень рада что досмотрели до конца делитесь моим видео с друзьями ставьте лайки я делаю свои видео для вас каждую неделю так что смотрите не забывайте и рад вас видеть на своем канале ну а пока пока